Максим, Аня и двоих сыновей школьников Саша и Дима, как и многие другие семьи, спасая жизни, бежали из зоны боевых действий в Донецкой области Украины. Им повезло, наверное, больше, чем многим. В России у Леоновых оказались родственники, которые радушно приняли семью, предоставив беженцам все необходимое для того, чтобы те смогли начать жизнь снова, уже в России. Сейчас в уютном гостеприимном доме родных, сидя за чашкой чая, мальчишки вспоминают события начала и середины лета, участниками которых им пришлось стать, как сон или компьютерную игру. Было страшно. Мы еще с Димой катались на велосипедах, и вдруг, вот прям где-то уже нас начали из пулемета где-то стрелять, кажется. Нам, конечно, родители говорили прятаться. Ну и иногда хотелось все-таки с балкона посмотреть на дяди с автоматами. Дима и Саша вместе с мамой покинули родной Краматорск, как только начались артобстрелы города. Их отец, врач-травматолог, остался помогать раненым. И только после того, как соседний дом оказался разрушенным, а в стену квартиры Леоновых попал осколок, Максим принял решение воссоединиться с семьей. Не могу поверить, что у нас была такая мирная жизнь. И буквально за месяц, за два все развалилось. Город опустел. Дети выезжали любыми способами. Родители пытались вывезти кто куда-то. И на территорию России, и на территорию Украины. Леоновых радушно приняли родственники Максима. На семейном совете было решено отдать им для проживания часть большого дома, где сейчас идет ремонт. Мы предоставляем эту возможность, чтобы вот здесь началось образовываться их новое гнездышко. Закладывается, как есть, можно сказать, первый кирпичик их совместной жизни. И совместно с нашей семьей. Ну и здесь, конечно, что сможем, поможем. Обживаться на новом месте помогают и районные организации. Но самое главное – найти работу. Аня временно трудоустроилась в магазин. Именно поэтому дома мы ее не застали. В дальнейшем супруги Леоновы планируют найти работу по специальностям. Для этого нужно подтверждение дипломов, что требует времени. А пока необходимо подготовить детей к новому учебному году в российской школе. Вопрос о поступлении практически решен. А восполнять пробелы в знаниях помогает дедушка. Владислав Пляскин сам родом из Краматорска. Там, в местном музее, хранится мундир его отца, участника Великой Отечественной войны, активиста-общественника, награжденного орденом Богдана Хмельницкого лично, бывшим президентом Украины Леонидом Кучмой. На примере своей семьи воспитывает он в детях здоровый патриотизм. Начали с ними беседовать по поводу места, роли, скажем, России, Украины в мире. То есть не с точки зрения стравливания, а с точки зрения действительно каких-то общих корней, таких вот, что я не хочу, чтобы они воспитывались в стране, где, повторяю, Бендера и Шухевич являются героями. Семейные истории, чтение книг, поездки – ребятам всё ново и интересно. Были в Александровском саду, видели памятник могилам неизвестного солдата, города героя, города воинской славы. У семьи Леоновых в Краматорске остались родители, которые пока не рекомендуют возвращаться им на родину. А потому надо налаживать новую жизнь. Уже в России.